Здравствуйте друзья! Остался буквально час до наступления нового 2017 года в Калифорнии и вот Гарик рассказывает нам какую-то историю. Есть история, очень интересно. Наверное, некоторые даже не знают, что в Советском Союзе до перестройки существовало три вида паспортов. Одни паспорта были зеленого цвета для дипломатов, для всех общих граждан, которые выезжают за границу, красный цвет, и еще был специальный паспорт синий. Советский, внутренний? Нет, он назывался служебный. По этому служебному паспорту была часть стран, куда можно въехать было без визы, без приглашения, типа в служебную командировку. Это ты говоришь о паспортах для выезда за рубеж? Да. Потому что был общегражданский паспорт, синенький был? Нет, общегражданский был красный. Так вот, у меня был такой синий паспорт и мы с друзьями решили съездить на Кубу. Ой, в каком году-то? Это был где-то 90-й год. А, это уже как бы на излете к коммунизму? На излете, да. Так вот, значит, мои, могу рассказать, впечатления о Кубе. Так, а Новый год-то чего? А Новый год, потому что там был, около гостиницы был парк, стояли пальмы, украшенные лампочками вечером. Так. И когда мы сейчас проезжали, поскольку в Калифорнии украшает пальмами-пальмами, лампочками, делается как бы Новый год, но меня это навеяло, что... Ты вспомнил Кубу и Фиделя Кастро, молодого. Да. Так вот, значит, на Кубе, на Кубе была такая история. Мы приехали на Кубу, нас должен был ждать наш друг кубинский Фернандес. Фернандес нас не встретил и мы оказались в аэропорту, совершенно без каких-то, куда пойти не знаем. Так. Но в самолете я услышал, что есть такая гостиница Тритон, где отдыхают наши летчики. Так. И когда нас Фернандо не встретил, кинул, как говорится, мы решили поехать в эту гостиницу Тритон. Гостиница 16-этажная, как вот чистый дом в Ясеневе или в Бибере, вот такая вот. Как жилой дом. Как жилой дом. А вокруг огромный парк, красивые деревья, гроты, бассейн. И все включено, как вот сейчас. Да. Когда сейчас стало для всех. А раньше это было только можно было по служебному паспорту. Так. И вот мы поселились в этой гостинице. А есть нечего, потому что у нас нет путевок. Поры кормят только по талонам, а в магазинах ничего нет. В магазинах было хуже, чем в СССР? Или так? Магазины были точно такие же. Были пластмассовые расчески, какие-то искусственные цветы. Не было ни еды, не было ни питья, ничего. Все было по карточкам. Мы с собой везли всякие сандалии, майки, чтобы меняться с аборигенами, особенно чтобы женщинам не дружить. Женщины западали на сандалии такие пластмассовые. То есть не то, что на бижутерию? Нет, бижутерия была в магазинах такая фальшивая. Да. А вот такие вещи, как вот мыло, как вот зубная паста, то есть то, что ходовое на Кубе было по талонам. То есть можно и в Африку не ехать, можно прямо на Кубу и менять все так. Куба. Так вот, и значит, ходим мы, ходим. Женщина, конечно, есть, но везде охрана. А нам бы выпить, закусить, а нет ни на что. Одни сандалии резиновые, их, конечно, не съешь. И вот мы, когда летели, я познакомился с этими стюардессами, которые посоветовали мне гостиницу Тритон. Короче, они сказали, что у нас есть такая комната, там сидит чувак, такой типа чекиста, который меняет кубинские деньги на талоны, которые можно обменять в магазине типа «Березка». А нас четверо, я еще три друга. И вот мы, значит, стучимся к этому чекисту в кабинет, я захожу, а он говорит, вы кто такие, откуда? А я говорю, а покажите паспорт. Я ему показываю паспорт, а у меня паспорт синий. И он не понимает. Я говорю, я вот пришел, значит, традист за дверью, нам надо талон на еду там, на вино там. То есть ты подлетчика? Я подлетчика, под такого, какого-то левого такого летчика, непонятно, типа президента. И чувак, значит, так посмотрел, не понял, еще раз паспорт посмотрел, печати, синий, служебный, может быть, я какой-то проверяющий. Короче, дал нам талоны, чтобы мы пошли в магазин. Мы проходим, идем в магазин, магазин «Березка» типа, стоит огромный кубинец. И говорят, вы куда, кто такие? Ваши документы. Слушай, прям как в Москве? Ваши документы. А оказывается, магазин только для тех, у кого зеленые паспорта, для дипломатов. И он синий паспорт тоже не знает. Я ему паспорт, он крутит, крутит. Так, печати, говорит, ты что, я тут по делу, вот с радистом. Он так посмотрел, пропустился в магазин. Заходим в магазин, все есть. Хлеб, сало, мясо, прям ликер «Гавана Клаб». Набрали две огромные коробки, выходим и летчики стоят. Ты, говорит, тут с радистами был, я был с тремя радистами, поэтому взяли две коробки с лежатвой, с вытожкой. Вот такая у нас была история. А летчики чего? А летчики имеют право, потому что у них есть талоны, которые им дают, когда они летают. А мы же посторонние люди. Давай как-то это свяжем с Новым Годом, Карик. Да, так вот, и вот, значит, вокруг гостиницы был парк. Стояли пальмы, украшенные лампочками. И вечером мы, значит, брали с собой ананас, брали с собой «Гавана Клаб», и каждый вечер отмечали Новый Год в Кубинском районе. Но с девчонками разобрались в итоге? А с девчонками, с летчицами не разобрались, местных побоялись, зато там была группа из города Мурманска. С кем мы подружились и дружили в течение двух недель, пока они там отдыхали. То есть нормальные мурманские, да? Было классно совершенно. Ну, хорошо, друзья, так что если кто-то Мурманск недооценивал, то в Новом Году, вот давай свяжем. Давай свяжем, да. То в Новом Году, значит, вот больше внимания мурманским. И вообще в целом своим. Ну, своим, в смысле своим, своим. Все, так помашем ручкой. Пока, с Новым Годом.